Микс Ньюз. Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать, что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре Культ Просвет. Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах радио Балком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь программа Культ Просвет. И сегодня последняя программа пятого моего юбилейного сезона, и поэтому я хотел посвятить эту программу актуальной теме, которая, возможно, дала бы нам шанс подумать о том, в каком обществе мы живем и как мы можем сами это общество поменять. Потому что, напомню, что программа Культ Просвет – это попытка найти общее пространство. Пространство, в котором мы живем вместе, но часто мы разделены и полны страхов. И в какой-то степени сегодняшняя наша дискуссия будет посвящена страхам и тому, как эти страхи препятствуют, скажем, темам равноправия, может быть, улучшению правовой культуры и климата. В любом случае, я очень рад, что сегодня у нас в гостях Лаурис Лепа. Я бы сказал, юрист, общественный деятель, правозащитник, человек, который участвует в информационной кампании, которая посвящена закону о партнерских отношениях «Дзивас Пьедри». Мы могли бы сказать, что в переводе на русский язык это можно назвать «спутники жизни». Но в любом случае мы оставим латышское название, потому что хэштег в интернете существует именно с таким названием «Дзивас Пьедри». И поэтому вы можете ознакомиться с этой идеей. Ну и, конечно же, сегодня наш разговор посвящен теме партнерских отношений и изменений латвийского законодательства в этой области. Напомню, вы всегда неотъемлемая часть наших дискуссий. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам по телефону прямого эфира. Также посылайте свои сообщения и размышления на номер WhatsApp и SMS 2061-91. Сегодня мой коллега Родион Золотарев обеспечивает с технической стороны поддержку нашему разговору, а в студии, как я уже упомянул, Лаурис Лиепа. Скажите, пожалуйста, на самом деле я, прежде всего, хотел бы поблагодарить за возможность найти время сегодня прийти к нам в студию. С одной стороны, это разгар, может быть, периода отпусков. С другой стороны, в общественном пространстве не успокаиваются дискуссии на тему закона о партнерских отношениях. У этого закона, пока что еще не созданного, не принятого, есть долгая история. Может быть, я попросил бы рассказать вас, так как вы участвуете в этой кампании и поддерживаете эту инициативу, об истории этой идеи. Здравствуйте. И, во-первых, спасибо, Денис, огромное за возможность участвовать в вашей передаче. Я всегда с удовольствием слушаю ваши культурные, ну не так, что отчеты, но анализы. В Латвии с радио Трис, извиняюсь, что в другом, в другой радиостанции, но это всегда меня очень радует, что есть темы, насчет которых я не один. И что это интересно не только мне, насчет, например, оперы. Тоже я мог бы сказать и насчет вопроса, который вы подняли, насчет вопроса единства правового, единства людей, которые живут в одном и том же обществе. Начну сразу с того, что я занимаюсь этим вопросом недолгое время, то есть я вник в эту проблему только, скажем так, в течение последних 4-5 лет. До этого мне казалось, как, наверное, это кажется большинству общества, что все живут мирно, каждый как-то со своим путем, каждый справляется с этим проблем, вообще-то нет. Но ввиду того, что у меня друзья, коллеги, хорошие, знакомые, люди, которых я очень уважаю, часто сталкивались и сталкиваются с неизбежными проблемами, которые в формальном, бюрократическом и в правовом пространстве разделяют их от большинства общества, я начал задумываться, почему это так, что, например, если люди живут вместе, то чтобы им формально хранить, чтобы формально дать какую-то правовую защиту, да, вот именно правовую защиту и правовое регулирование своих отношений, им нужно не только просто думать об этом, идти к нотариусу, но им нужно постоянно этим заниматься. То есть формальное ограничение, которое ставится перед теми, которые не желают вступить в формальный брак, они огромны. И нужно сказать, что если мы смотрим исторически, то в начале 20 века я бы это понимал, потому что тогда, скажем, внебрачные дети, это уже что-то ужас, да, то есть это люди, которым нужно как-то по-особому к ним относиться, да, то есть к ним не относятся все эти презумпции, которые относятся к детям, которые рождены в браке и так далее. Но мы не живем в конце 19-го, в начале 20-го века. Вы уверены в этом? Вы знаете, иногда я сомневаюсь об этом, но, честно говоря, это понятно, что сегодняшние обстоятельства совсем другие. Если мы посмотрим, ну, травматическое 20-е столетие, то, что случилось с Латвией, с народом в Латвии, понятно, что мы должны быть намного больше с уважением к людьми, с уважением к индивидууму, к свободам. И поэтому я посчитал бы, что в идеальном мире именно Латвии, не только Латвии, но, скажем, идеально, балтийские страны, Восточная Европа были бы первые, которые бы дали свободу тем парам, тем людям, которые не желают формально через государственный процесс идти бракозаключения процесса, заключения, да, из-за того, что, из-за уважения к личным свободам гражданина, к личным свободам человека, который здесь живет. После всего того травматического нашего прошлого, через которое мы жили. А у нас ситуация с точностью наоборот. Потому что люди, которые живут по формальным стандартам брака, например, тоже мой случай, то есть у меня трое детей, я в браке, и в моем случае я даже не знаю и не вижу о тех препятствиях, с которыми сталкиваются мои друзья, мои коллеги, мои знакомые, которые решают по каким-то причинам не заключать брак. И я не вижу в себе сил, я не вижу в себе аргументации, почему я должен принудить своих друзей, вот давайте вступайте в брак. Во-первых, это относится к парам, которые могут вступить в брак. А в Латвии, как мы знаем, не только по 110 статье Сатверсме, но и по регулированию гражданского закона, в брак могут вступить только противополые партнеры. А партнеры, которых много в обществе, особенно которых много в обществе интеллектуальной, профессиональной, культурной, то есть в кругах, которые важны, которые приносят благо стране, экономике, не только экономике, культуре, интеллектуальному пространству, много партнеров, однополые партнеры, которые не могут этого сделать вообще. То есть создается такая группа людей, которые, к сожалению, в правовом плане не являются достаточно защищенными, и которые иногда в моменты кризиса ощущают это особенно четко, особенно ярко. Ну, например, вот, скажем, кризис с ковидом. Как бы минывал, как бы мы больше не сталкиваемся с этими массовыми разными, как это сказать, запретами, ограничениями. Да, ограничениями точнее было бы. Вот. Если человек, который болен с ковидом, попал в больницу, то, или обобщая, не только с этим вирусом, если человек в больнице, то к нему поступить могут или за него ратовать может только человек, который в формальных отношениях. А его партнер, спутник, даже не может об этом и мечтать. То есть, или, например, общие дети. Или, не словами, допустим, нет возможности получить информацию у врачей, да, я понимаю, да? Или, например, принять какое-то решение, если, допустим, партнер без сознания. Вообще, конечно. Более того, есть партнеры, и, кстати, в Латвии их много. Я не знаю точную статистику на сегодня, но близко к половине всех живущих в Латвии детей рождаются не в браке. То есть, это относится к огромной части нашего населения. Если один партнер, например, заболел и не может в эту больницу пойти к своему ребенку, или он куда-то уехал, ну, сейчас опять начнутся комендировки и так далее, и остался только один из родителей, у которого нет формального отношения к этому ребенку, который, например, усыновлен или ин витро, то есть зачанин, или ребенок, который был от первых отношений, первого брака. То есть, таких ситуаций уйма. Их очень много, и их, конечно же, с ними сталкиваются люди, которые важная часть нашего общества. Поэтому несколько лет тому назад я стал этим задумываться, я начал работать тоже в этом. Наше адвокатское бюро «Кобалт» уже несколько лет помогает с юридическим советом по этим вопросам. И, ну, в этот раз, в этом году, когда группа людей, именно связанных с этим, ну, как бы, вирус принудил их, группа, которая называет себя «Дзиевсбедр», то есть «Спутники жизни», эта группа решила этот вопрос опять поднять. И сейчас этот вопрос находится в САЭМе, у нашего законодателя, в комиссии по социальным делам. Именно там он как раз должен и быть, по-моему. Это, конечно, вопрос правовой, но корни этому вопросу социальные, они связаны с теми основными правами людей, которые живут вместе. И это касается только, не только однополых, это касается всех тех людей, которые по разным причинам, которые, по-моему, их, я уважаю эти причины, некоторые из них, например, решают, что они и в браке не будут состоять, потому что у них противоречие с тем, что государство не может их регулировать или как-то принуждать, но государство должно уважать их. Иными словами, если я правильно понял, и мне кажется, в этом действительно очень существенная часть, скажем, самого сообщения этой компании информационной, что речь не идет о какой-то конкретной группе, речь идет о всех тех, кто желает сохранить свою свободу, не регистрировать свои отношения в, допустим, в институциях таких классических и быть в какой-то степени независимыми от государства, от справки и печати, но в то же время получить права, которые, по сути дела, обеспечили бы равноправие и обеспечили бы возможность, скажем, жить со своим партнером и, ну скажем, не быть дискриминированным. Таких случаев довольно много. Трудно их обобщить под какой-то одну, под какой-то один заголовок, но их много, например, там в этой группе людей, которые нуждаются в такой защите, например, являются тоже спутники, которые вместе и которые решили, что они поженятся тогда, когда. Ну, например, когда соберут деньги, потому что давление общественное, да, может быть, им нужна огромная свадьба, на которую они сейчас не могут идти. Да, да, это вся, да, как у, например, ну, хорошо. Другая группа людей, которые здесь находятся под этой защитой, это люди, которые живут вместе и по каким-то причинам они не могут аформировать брак. Да, брак. Бракосочетание невозможно для них. Третья группа – это люди, которые, может быть, уже находятся на грани раздела своих неформальных отношений, но в защите нуждается только один из партнеров. Например, если, ну, между ними, они, ну, полюбили друг друга, живут вместе, решили пожениться, но вдруг почувствовали, что все-таки не так. А за это время у них уже ребенок, имущество, и один из сильнейших из партнеров, например, тот, который контролирует экономические речи, он начинает давление на ребенка, на другого партнера, обычно это, конечно, женщины, которых ущемляют таким образом. И тогда эта пара тоже нуждается в правовой защите, потому что формально они друг к другу никто, и в том числе отношения, например, имущественные, их тоже. Там нету регулирования. Поэтому ответ на ваш вопрос – да, это так, там довольно много людей, которые находятся в пробеле закона, скажем так, такой пробел, который кажется, что законодатель оставил этот пробел нарочно. Нарочно. И здесь мы переходим уже в область, скажем, культурно-социальную. Ведь таким образом получается, что это осознанное политическое действие, которое направлено на то, чтобы, может быть, большинству общества сообщить, скажем, может быть, в какой-то степени неправильный сигнал о том, что какие-то группы должны быть маргинализированы, какие-то группы должны находиться вот в этом пробеле, в этой яме. И тогда я хотел бы задать вопрос вам уже скорее не как юристу, а человеку, который находится в толщее общественных процессов. Как вам кажется, почему у нас в Латвии так медленно, скажем, происходят изменения в юридической области как раз в связи с партнерскими отношениями? Ведь было несколько попыток принять этот закон, эти попытки не увенчались успехом. Как вам кажется, в чем причина? Ну, во-первых, я думаю, и я уважаю мнение, которое противоположно моему мнению. Есть люди, которые придерживаются к традиционному образу, которые считают, что единственное правильное отношение между двумя партнерами, единственная основа семьи – это брак. Я уважаю, я знаю, что такие люди в разном политическом спектре тоже участвуют в работе законодателей. То есть понятно, что в законодателе должны быть отражены все мнения общества. И всегда в обществе будет очень такое консервативное крыло, но будет и, конечно, современное, ну, скажем, такое… Либеральное. Либеральное крыло. Но есть группа участников работы в Сайме законодателя, которых я, честно говоря, не понимаю. То есть я вижу, что их избиратели явно требовали бы себе этого правового регулирования, эту защиту правовую, а их представители довольно ярко выражают противоположное мнение. Они говорят, нет, единственное, это только семья, а семья как раз – это только вот это ядро, в котором только муж, жена и дети. Но это не так. Опять возвращаясь к юридической точки зрения, если мы смотрим дефиницию, нету такой заключительной дефиниции, которая бы укращала бы, сокращала бы дефиницию семьи только к мужу, жене и детьми, например. Хорошо, вы сказали, что вы не понимаете подобных законодателей, но, с другой стороны, вы могли бы попытаться объяснить это. То есть так или иначе, законодательство – это суть, скажем, некоторая кинвесенция общественного опыта или воззрения на мир. То есть мы в законе пытаемся что-либо зафиксировать. Таким образом, почему у нас получается, что в реалии у нас очень много пар, которые существуют вне брака, вне институциональной организации, скажем, совместной жизни. У нас множество однополых союзов, которые действительно бесправны. То есть эти люди бесправны во многом. И у меня как бы мой личный опыт получается, что я тоже должен был обманывать в какой-то степени, выдумывать, заполнять свои шкафы всевозможными, скажем, пил-нвора, вдруг забыл, как это на русском языке, доверенность, генеральная доверенность и так далее. То есть нам нужно было идти к нотариусам, нужно было каким-то образом что-то рассказывать и так далее. И регулярно возвращаться, к сожалению, обновлять их. Да, ну да, и моменты наследования и так далее. То есть все это настолько создает впечатление, что ты, во-первых, не нужен, во-вторых, ты в какой-то степени человек второго сорта, а за что, непонятно. И в-третьих, почему-то другие более равные, чем мы. То есть с точки зрения, допустим, социальной реальности, это так или иначе выбрасывает на обочину целый ряд, скажем, тысячи людей нашего общества. Мы, по сути дела, не можем себе позволить этого, да, потому что человек, как говорит наше государство, да, и политик, это главное сокровище страны. Не очень верится в это. Каково ваше объяснение, какова версия, вот эти параллельные реальности? Да, это непросто объяснить, потому что я начал разговор с вами с того, что как должно было бы быть после тоталитарного прошлого, мы должны были бы идти как раз в направлении свободы, чем больше, тем лучше. А получилось, наоборот, и не только у нас. Это если мы смотрим вообще карту Европы, то мы увидим, что как раз в Восточной Европе ограничения в этом смысле очень еще, ну, как бы они, можно было бы сказать, да, это посттаталитарное прошлое. То есть в какой-то мере мы застыли в это время, в котором были только формальные статусы, потому что государству невыгодно, неформальное отношение у людей. А вдруг они начнут как-то думать против государства, да, то есть вдруг какая-то оппозиция из этого. Государству все нужно поставить в свои ящики, в свои какие-то коробочки. А если вот пара людей в эту коробочку не влезает, то они неводны. Могут стать потенциально опасными. Да, они опасны, конечно, они опасны, потому что они показывают, что можно и по-другому. И это, кстати, очень прекрасно описал рижанин, выходец из Риги, Исайя Берлин, который как раз вот этому монизму государственному поставил свою идею, теорию разнообразия. Открытого общества. Да, как букет цветов. Такая прекрасная цитата у него, говоря об обществе. Вот и рижанин, но все-таки как бы еще его не принимает полностью. Да, то есть мы гордимся, что Исайя Берлин из Риги, вот тут рядом вот та улица. Да, ежегодные чтения и улицы и так далее. Да, чтение для нескольких десяток интеллектуалов. Но по существу то, что Исайя Берлин сделал, и это можно сказать о многих людей, которые на Западе ратовали за свободу. Они вот эту стену тоталитарную как-то старались разрушить, и они разрушили стену. Но самое главное, что у нас, как говорится, в мозгах и в сердцах эта стена все еще в большинстве общества, кажется, стоит. Я надеюсь, что это не так. Второй элемент, где еще проблема. Проблема в том, что у нас просто не было такого органичного развития общества, в котором в конце 19-го, потом в 20-м веке мы бы дошли самостоятельно до степени, которая, например, в Дании, в западных странах, в Скандинавии. У нас был вот этот, ну, как бы 50 лет запрета, в котором у нас были совсем другие проблемы. Потому что угнетали не только, например, однополых партнеров, угнетали национальных меньшинств, угнетали людей по разным причинам. То есть, тоталитарно государство всех порвощало. Поэтому, ну, как-то мы, когда возвращаясь обратно к этому свободному режиму, мы много чего узнали от своих дедушек, бабушек. Они рассказывали, как это все должно было быть. Например, в экономике или в человеческих отношениях. Но вот этот вопрос, как он был табу до Второй мировой войны, таким он, как бы мы такого его и получили обратно. Вот, например, Оскар Двайлд был одиночкой, который открыто сказал, что я, например, являюсь гомосексуалом. Его за это судили. Так же, как судили множество прекрасных людей, потому что тогда это было уголовное преступление. Но оглянитесь, сейчас это больше не преступление. Может быть, в некоторых странах Африки. Но больше не в цивилизованном мире. Еще один аспект, который я вижу, почему мы находимся там, где мы сейчас находимся, это общее экономическое, конечно же, наше состояние. То есть, в свободных обществах, и я это сразу, я это вижу в нескольких, как это называется, научных исследованиях, где я вижу, что очень, по-моему, логичное такое, результат логичен рассуждению, что если общество свободное, то в нем люди, они желают, они креативны, они желают создавать, они желают оставить свои налоги в этом обществе. То есть, чем свободнее общество, тем оно богаче, тем оно живет лучше. И наоборот, то есть, это такой процесс круговой. Чем богаче общество, тем оно спокойнее относится к разнообразию, к тому, что оно не понимает. А у нас немножко такая, ну, такая немножко дичь. Нет, это не дичь, это дикое отношение, извиняюсь, это другое слово. Дикое отношение к тому, что если я что-то не понимаю, то это не только странное, но это враждебное. И опасное. Опасное, да. Это опасное. То же самое, что я вначале сказал, что государство – это опасно. Это трансформируется на мое индивидуальное рассуждение, которое, конечно, неправильно. Если я что-то не понимаю, то это не только неправильно, но это опасно и враждебно. То есть множество разных компонентов, к сожалению. И поэтому даже люди, которые могли бы по своей логике, своей жизни, которые сами, например, там живут, или у которых дети тоже нуждаются в такой правовой защите, они отрицают это. То есть отрицание непонятного – это тоже какой-то феномен, к сожалению, общества, которое, по сути, довольно молодое в своем построении отношений к тому, что мы видим, что с нами происходит. И это общество, по логике, должно было быть более подвижным. Вы сказали о том, что оно должно, по идее, быть более открытым, как раз учитывая тоталитарный опыт. Это как раз то явление, которое мне непонятно, потому что мы действительно страдали, а у нас были диссиденты, конец 80-х годов. Это действительно был общий, скажем, такой взрыв свободы. Это был достаточно, скажем, это был рискованный период. И это был период, когда не только национальное государство было важным, но еще и идея свободы, потому что возвращение на Запад было, по сути, возвращением в свободное пространство. Я думаю, что очень важно в любой подобной компании объяснить, скажем, условному большинству, почему права меньшинственных групп важны для большинства, потому что нередко клишейное восприятие. Эти там где-то пытаются отобрать часть нашего правового пространства. То есть, если мы поделимся, у нас будет меньше. Но по логике, если вы поделитесь, будет больше. В некоторых языках есть даже поговорки и пословицы, которые говорят разделенное счастье, двойное счастье, например, в немецкой традиции. Таким образом, как бы вы, как юрист и как общественный деятель, объяснили бы большинству, у которого все нормально, есть справка из ЗАГСа, есть все условия, все законно, все спокойно. Почему им нужно было бы думать о правах других групп? Потому что в вашей компании есть целый ряд людей, у которых все хорошо, и которые, по идее, могли бы спокойно себе почивать на лаврах и не думать об этом. Ну, множество аргументов, честно говоря. Я могу хотя бы несколько. Тех аргументов, которые важны для меня. Потому что, ну, если они важны для меня, то, очевидно, они могут быть важны для другого кого-то еще. Во-первых, пока кто-то будет чувствовать себя несчастным, я не могу быть счастливым. Ну, то есть, если мой сосед несчастен, если мой друг несчастен, если мои коллеги по работе не чувствуют себя хорошо, это не будет способствовать общему благу. Может быть, это абстрактная идея. Нет, ну, категория счастья есть в нескольких конституциях. Так что я думаю, что это вполне... И, кстати, мы в нашей преамбуле тоже. Много людей критиковали преамбул, но они не сознавали, что там множество очень таких современных и, ну, таких на будущее направленных идей. Надо перечитать. Я был одним из ярых критиков, но придется перечитать. Может быть, я что-то не заметил. Может, там есть счастье? Я уверен, что там... Мне, кстати, честно говоря, мне очень нравится тот нюанс в преамбуле, который нашему разговору тоже очень хорошо годится, что не только общество, но каждый человек в обществе должен заботиться об общем здоровье. Это не касается физического здоровья, это касается здоровья общества тоже. И, опять-таки, по аналогии с нашим организмом, если у меня какой-то из важных органов не работает или работает не так, то я весь не буду чувствовать хорошо. И то же самое относится к моим друзьям, моим знакомым, к тем в обществе, которые не чувствуют себя хорошо. И, конечно же, в открытом европейском пространстве, если мы видим, что есть страны, в которых мои друзья могут уехать и чувствовать себя намного лучше, то мы потеряем. И обычно мы теряем тех, которые более предпринимательны, которые креативны, которые знают, что они могут найти себе место, где их будут уважать, относиться к им не только в общественном, но тоже в правовом плане эквивалентно, то есть по таким же причинам. И вторая причина очень интересная, об этом очень много тоже в культуре, в литературе, что ярые критики вдруг могут оказаться в ситуации, где самые близкие к ним люди, например, их дети, могут оказаться как раз в противоположной стороне. Что эта ситуация может затронуть и их непосредственно. То есть это может быть, опять-таки, ситуация, в которой это их личный выбор. Я думаю, что каждый думающий человек, каждый человек, который со своими детьми общается и продолжает разговоры, и в момент, когда они становятся уже взрослыми или подростками, потом взрослыми, он замечает. И я заметил, что в дискуссиях со своим молодым поколением они намного больше восприимчивы к изменениям, они намного больше либеральны, так оно и должно быть. Они уважают меня, но они уже не стоят на моих основах. И поэтому, как я уже упомянул, несколько лет тому назад, одна из больших причин, это мои разговоры с моими детьми о том, как чувствуют они, как чувствуют их друзья, чувствуют ли они себя хорошо здесь. И каковы ваши впечатления от этих разговоров? Ну, во-первых, конечно же, там нет вообще разговоров, там нет сомнений у думающего молодого поколения, что факт, что не урегулированы права отношений людей, которые не в браке, они считают, что это абсурдно, что это неправильно. И это очень категорическое суждение, и это суждение, которое основано на уже таком, ну, как бы сказать, мнений, которое не только касается индивидуального, но тоже и общественного положения. Я поэтому тоже, ну, в какой-то мере, стал в некоторых вопросах, например, тоже в вопросах по отношениям, как это называется, мне казалось, что у нас более-менее в обществе все как бы в порядке по отношениям к людьми из других рас, по отношению между женщинами и мужчинами, потому что в том пространстве, в котором я нахожусь, проблем как бы нет. То есть есть уважение, есть равноправие, люди в профессиональной среде, адвокаты и так далее, они получают хороший заработок, и они не видят, то есть мы не видим много того, что творится вокруг, в обществе. И поэтому такие разговоры, они помогают открывать глаза и помогают уйти из своего закрытого, этого bubble, как это называется. Да, пузыря. Пузырь, да, такой интеллектуальный пузырь, который тоже важен. И, конечно, могут сказать, ну вот ты как бы стал таким, но я должен сказать, что очень много интересных примеров, например, канцлер Меркель, германская канцлер, или бывший президент США Обама, которые тоже придерживались к другому мнению, а уже по как бы развитию своих политических взглядов тоже по большой мере из-за давления общества, из-за давления общего, они поменяли свои мнения. Так что... У нас есть звонок радиослушателя. Пожалуйста, наденьте наушники. Добрый день, вы в эфире, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Ну, во-первых, я хотел сказать, что если люди не вступают в брак, то это их выбор, и они знают о том, с какими трудностями возможными они могут столкнуться. То есть они это тем самым одобряют, принимают это. Это раз. Второе. Если этот вопрос настолько важен, то почему бы не вынести его на всенародный референдум? Я так понимаю, что вот эти вот меньшинства, о которых вы говорите, они, естественно, не заинтересованы в том, чтобы выносить это на референдум, потому что большинство людей, абсолютное большинство людей, будет против того, чтобы им предоставляли эти права. И потом, ваше высказывание о том, что, извините, вот это мнение, эти люди важны для государства, это, в общем-то, по нынешним тенденциям, это расизм, потому что все люди важны для государства. А вы говорите только о тех людях, которые там касаются элиты. Все люди важны. Спасибо большое. Все люди важны. Очень хорошая цитата нашего радиослушателя. У вас наверняка есть комментарии. Да, спасибо за оба вопроса. Я отвечу сперва на первый вопрос. То есть, бывают случаи, их немного, но бывают все-таки случаи, в которых люди, которые даже решили вступить в брак, просто не успевают. Например, они готовят свадьбу. Ну, вот пример ковида. То есть, они желали как раз, не знаю, там, в июне или в мае. В этом году не получилось. Сейчас они будут ждать целый год. И этот год, их отношения, в том числе общие покупки, я думаю, например, недвижимость или, ну, что еще может быть? Хотя бы свадебный торт. Нет, я хотел серьезнее, чтобы люди, которые уже вложили в будущее общие средства, а вдруг из них кто-то умирает. То есть, это тоже ситуация, которая должна быть урегулирована, и как раз ее могут урегулировать этим вопросом, этим законопроектом, который подготавливается. Второй вопрос, он непростой. Я понимаю, что большинство всегда, ну, как бы голосует за интересы, которые большинству важны. Но это немаловажно, немаловажно, что меньшинство к меньшинству тоже прислушивается. И что есть ситуации, в которых, если мы игнорируем, игнорируем меньшинство, то это может привести к довольно печальной ситуации. Ну, можно, конечно, примеры, очень плохие примеры того привести. Все диктатуры, которые меньшинству ущемляют. Мы жили через три режима диктатур в двадцатом веке, то есть локальной, при независимой Латвии в тридцать четвертом году, потом советская, потом фашистская, потом опять советская. Ни один из этих режимов, который одно из, ну, то есть явных показаний, что они игнорировали меньшинство, более того, меньшинство ущемлялось, ни один из них не был долголетен. И ни один из них не остался у людей на доброй памяти из-за того, что вот большинство было, ну, как бы, руководящим и игнорировано меньшинство. Более того, уже, как бы, возвращаясь к законодательным вопросам, очень много таких вопросов, которых в референдум или в голосование народное отдавать нельзя. Например, вопросы налоговые. Мы же не можем решить, что лучше, налог на добавленную стоимость 18 или 20 процентов. Или, может быть, вообще без налогов жить, да? То есть, если какие-то вопросы дать на решение народа, не всегда это хорошая примета. Ну, решение о Брексите это прекрасный пример того, что люди, иногда чувствуя, по своему чувству, голосуя, могут прийти к решению, которое не очень-то хорошее. Может быть, коротко в оставшееся время могли бы вы очень коротко сформулировать основную суть этого закона? Что будет другим, если закон будет принят? Ну, если так очень попросту, то, во-первых, есть некоторые презумпции, то есть, закон показывает, что есть решение конкретных вопросов по презумпциям и где не надо особенно стараться доказывать что-то. Например, презумпции, которые относятся по патернитету. То есть, кто является отцом в партнерстве, если в партнерстве рождается ребенок. Во-вторых, насчет общих вложений или общих покупок в недвижимость, например, ну, или все другие большие покупки, там, автомобиль хотя бы. Потом, еще презумпции насчет наследства. Это тоже важно, что большинство из нас никогда не будет писать свой тестамент. То есть, последнее руководство, что делать с имуществом в случае смерти. Понятно, что это нужно как-то законодателю помочь разобраться в случае, если есть какой-то стандарт. Стандарт сейчас относится только к случаям формальной женитьбы, то есть, брака и детей. А если живут вместе два партнера, то тут презумпции нет. То есть, есть такие вопросы, которые как бы логично было бы сделать аналогию с людьми, которые находятся в браке. Более того, ну, можно, конечно, еще как бы нету такого формального законопроекта. Есть идеи, которые могут воплотиться в законопроект и, конечно, по отношению депутатов зависит то, какие сферы регулировать, какие не регулировать. Например, могут регулировать тоже вопрос насчет того, как партнеры вместе заботятся о ребенке, который от одного из партнеров. То есть, если люди могут или не желают встать в браке, отношения родителя и ребенка можно урегулировать во благо этого ребенка. Ну, то есть, есть много вопросов, которые можно регулировать. Надежда, конечно, что все они по нюансам будут рассмотрены и комиссия по социальным делам тщательно посмотрит на все те вопросы, где действительно необходима защита прав. Примем еще один звонок. Пожалуйста, надевайте наушники. Добрый день, вы в эфире, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Два вопроса хотел бы осветить. Первый вопрос. Почему-то у нас есть огромное большое меньшинство права, которого ежедневно, ежечасно нарушаются, но при этом не правозащитники или даже, скажем, тот же Госдепартамент Соединенных Штатов, который очень хвалится защитой различных меньшинств, они обращают на это своего внимания. То есть, вообще никак не существует этой проблемы в правовом поле Латвии. Так и должно быть. Это первый момент. О ком вы говорите? О какой группе идет речь? Русскоязычное. Русскоязычное меньшинство в Латвии. И второй, пожалуйста, у нас очень мало времени осталось. Второй момент, да, очень коротко. При легализации однополых браков и партнерских отношений возникает морально-этический вопрос в соответствии этих отношений с гимном Латвийской Республики, который начинается со слов «Дэссвейт и Латвию». В момент, когда писался гимн, никаких этих отношений не было и имелся в виду только один Бог. Либо вы меняете гимн, потому что Господь не благословляет домосексуалистов. Спасибо большое. Я вынужден немножко прервать ваш вопрос для того, чтобы его сократить. Спасибо большое. И ничего не нужно было прервать. Я думаю, что мы не будем дотрагиваться до божественной сути. Я думаю, что Господь вполне себе включающее существо. Согласен с вами. Конечно. И способен принять куда больше, чем человек. Но это теология. Может быть, коротко, очень коротко ответим на первый вопрос, касаемый, судя по всему, неграждан, я думаю. Я тоже хочу одно предложение насчет второго вопроса. Вопрос опять-таки непростой, потому что, если мы смотрим, что Папа Римский сказал недавно, кто такой я, чтобы судить по отношению к людьми, которые однополые, живут вместе однополые партнеры. То есть, это не так просто. И даже если тысячелетняя организация Римской католической церкви готова посмотреть к этому вопросу, относиться по-другому, то кто такие мы? Ну, по первому вопросу... Некоторое смирение духа должно присутствовать. Ну, конечно же, ну, конечно же, это же, ну да, это глубинный вопрос, которому можно не один час еще уделить, но не со мной, но, конечно, с людьми, которые представляют религиозные религии. По первому вопросу я тоже не могу согласиться с заданным вопросом, потому что, во-первых, в Латвии избирательные права у всех граждан, то есть все граждане независимо от того, какой родной язык могут своего депутата выдвинуть в законодательное собрание, в САЭМа. И, кстати, интересно, что если мы смотрим по отдельности, то САСКАНЯ, согласие, то есть, одной из своих главных целей как раз и указывает защита прав людей, которые не являются, у которых родной язык не латышеский, то САСКАНЯ является самой большой политической организацией. То есть, во-первых, это хорошо представленная группа людей касательно других прав, ну, тогда нужно идти и по каталогу смотреть, что конкретно, что запрещено, что не разрешается. Смотрите, я же говорю на русском языке, я говорю по радио в Латвии на русском языке, это запрещается? Конечно, нет. То есть, я с этим, конечно, не могу согласиться. И напомним о том, что все еще в силе старая добрая натурализация, которая, возможно, открывает путь человеку и к политической деятельности, можно самому становиться депутатом, участвовать в политике, так что все это возможно. Большое спасибо, мы подошли к финалу нашей программы, в любом случае, я желаю успеха этой информационной кампании и очень надеюсь, что мы все-таки сможем понять, что свобода, она для всех, и что ей безопасно делиться для того, чтобы всем нам было лучше. Еще раз, хэштег Дзивис Бедри, Большое спасибо сегодняшнему гостю, юристу, правозащитнику и общественному деятелю Лауре Сулиепу за то, что вы пришли, нашли время и рассказали нам о том, как важно учиться делиться свободой. Большое спасибо нашим радиослушателям, моему коллеге Родиону Золотареву. Это была последняя передача «Культ просвета» в этом сезоне, в пятом сезоне, в какой степени юбилей. Я сердечно благодарю моих коллег за то, что они помогли мне войти в это пространство и пять лет сопровождали идеи, замыслы и помогали их реализовывать. Я желаю нашим радиослушателям диалог с которыми я всегда считал очень важным, хороших каникул, хорошего отпуска и я уверен, что мы встретимся снова в сентябре, чтобы искать общее пространство в рамках программы «Культ просвета». Спасибо и до свидания. Спасибо, Динаси. Очень приятно.